Всем привет! Представляю вашему вниманию запись моего собеседования на должность оператор-консультант в колл-центре Voxys. Приятного просмотра! Хотя погодите, погодите с приятным просмотром. Надо же вам рассказать про то, что я завел бусти и, кстати, уже выложил туда первое видео про мою драку с тяньшистами. Чё, проблемы-то какие у вас? Какие у вас проблемы? Проходите. Проходите. Чё? Вы чё? Чё? С каким-то какой-то телевизором? Мы будем обсудим, как мы пишем эти посты. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на бусти, если хотите поддержать мой канал и иметь доступ к эксклюзивному материалу. Ссылка будет в описании и в закреплённом комментарии. А вот теперь приятного просмотра! Ну так, меня зовут Марина, старшая специалистка по подбору персонала компании Voxys. Буду проводить собеседование. Сколько полных лет вам? 28. 28. Королёва, дом 12, прописано. Это частный дом? Нет, многоквартирный. А квартиры? Ну, пока что зачем квартира? Ну, нужно же вас проверить. Ну, конечно, в конце, если мы договоримся о чём-то, если всё устроят, то я, конечно, всё укажу. Без проблем. Но сейчас-то о чём говорить? А ставку на какую-то V1 указали или вопроситель знака-то? Полная ставка, правильно? С 9 до 18, 5, 2. Ну да. В целом о компании Voxys что-либо слышали? Вы крупный колл-центр. Да. Сеть колл-центров, я так понимаю. Да, всё верно. У нас более 30 контактных центров по всей России расположено, да, от Калининграда до Красноярска. Главное всё находится в Екатеринбурге. Сотрудничаем с крупными компаниями. Компании они временные, всегда постоянные. То есть выбираем одну компанию, работаем на одной компании. Сейчас требуется на проект ВТБ входящая линия консультация. Здесь у клиентов ВТБ, когда возникают вопросы или сложности, они звонят на горячую линию и попадают к нам. На каждой компании есть обязательное обучение, которое нужно пройти. На каждой компании? Ну, на каждом проекте, так скажем. Нужно пройти обучение, также оплачивает вам компания. На проекте ВТБ обучение длится 12 рабочих дней, суббота, воскресенье, выходные. С 10 до 17 до 0 проходит обучение у нас здесь в офисе, на шестом этаже. Вау, так долго? Такое интенсивное обучение? Да, потому что много вопросов могут задавать, да, и нужно быть в теме по всем вопросам. Поэтому 12 дней обучения с 10 до 18 до 0. 12 дней вам оплачивает компания 100 рублей в час, это за дни обучения. Далее вы трудоустраиваетесь на 12 день и переходите на 195 рублей, 60 копеек, плюс 40% премии. При полной ставке здесь входит 43-45 тысяч рублей. График кругов, хоть 5, хоть 2, как удобно. Можно устраивать, хоть менять каждый месяц различный график. Проект работает с 8 утра до 8 вечера. Первую неделю нужно после обучения отработать в офисе, так как здесь тренера, ностальгики рядом, пройдете адаптацию, а далее можно уходить на удаленный формат работы, если вы рассматриваете удаленку. Даже удаленно можно работать, отлично. Да, при этом компания, если нет у вас ПК, компания предоставляет все необходимое оборудование, за оборудование оплачивает дополнительно, ничего не нужно. То есть первые 12 дней это будет 100 рублей в час? Да. До налогов или после? До. До. А это будет официальное оформление уже? Только по ТКРФ у нас. Соответственно, это будет какой-то ученический договор, да? А после этого будет настоящий уже договор трудовой? Да. С записью в трудовую книжку, и она будет ИП открывать? Нет. У нас только по ТКРФ, не по КПХ, а по самозанятым нельзя. Здесь будет даже двойное трудоустройство в компанию Voxys и в ВТБ. Но в ВТБ это чисто техническое трудоустройство, так как, чтобы видеть персональные данные клиентов, нужно быть трудоустройным банком. Все выплаты вы будете получать в компании Voxys, но в любом случае в трудовой книжке будет запись о том, что работаю в банке ВТБ. Окей. Соответственно, если у ВТБ проект закончится, меня уволят или я смогу продолжать на другом проекте? У нас такого дня бывает, что он закроется, закончится. Они не заканчиваются. Ну а вообще, в принципе, можно перейти на другой проект в будущем? Да, конечно. Если вам надоело или что-то еще какие-то, просто хотите другое, надоело одно и то же говорить, да, каждый день в целом, можно перейти на любой другой проект, если есть наборы, например. Понятно, понятно. И проект Альфа-Банк сейчас требуется на Альфа-Банк. Здесь исходящая линия продажи, работа именно с юрлицами. Мы никого не ищем, кому позвонить, то есть базу мы не ищем. От себя ничего не сочиняем. Работа по скриптам, по шаблонам. Альфа-Банк предоставляет нам базу клиентов. Мы сидим за компьютером в специальной программе. И программа сама совершает обзвон клиентов. Мы даже номера телефонов не знаем. Открывается скрипт, то есть наши клиенты это ИП, ООО, то есть юрлицы в целом, которые недавно стали именем. Мы им предлагаем расчет на кассовое обслуживание. Ну, холодные звонки, другими словами. Ну, как холодные, это же клиенты Альфа-Банк, они уже ИП. Ну, да, ну теплые, теплые. Вот, здесь получается обучение 8 дней. Здесь можно пройти удаленно обучение с дома, если есть ноутбук или компьютер дома. Есть у вас? Конечно. Есть. Вот здесь первый день, это в офисе. Буквально на 3-4 часа нужно приехать к нам в офис. Это знакомство с компанией, с коллегами с обучением, с руководителем направления Альфа-Банка, где он придет и более подробно расскажет, какие показатели строится премия, ответит на все ваши вопросы. Со второго дня можно пройти удаленное обучение с дома. Как проходит обучение? Тренер со второго дня назначает вам модуль, материал, который нужно будет пройти самостоятельно в любое удобное для вас время. Прочитать и знакомиться. Но также раз в день есть встреча с тренером для того, чтобы обсудить этот материал. Встреча ли вы в 9.30 утра, ли вы в 14.00. По времени встречи занимают 3-4 часа, но не более 4 часов. То есть получается, что встреча удаленная в зуме или в скайпе встреча, то есть не нужно приезжать. Получается, что 7 дней обучения удаленная с дома, но одна встреча с тренером, в целом это 8 дней обучения с первым днем. 8 дней также оплачивает вам компания 100 рублей в час, далее трудоустройство, и вы переходите на 197 рублей 80 копеек плюс 26% премии. А в ВТБ было процентов... 195 и 40. И 40 процентов. Да. Здесь тоже, здесь можно даже первую неделю не отрабатывать, но мы, конечно, рекомендуем, так как здесь тренера-наставники рядом. Здесь можно сразу уходить, там удаленный формат работы, можно поработать вовсе, уйти, можно совмещать удаленку офис, надоело дома, света нет, какие-то другие причины. В офисе работать, в офисе надоело дома работать. Также предоставляем необходимое оборудование, здесь даже больше скажу, здесь только работать на ПК компании, так как там персональные данные клиентов, не просто физлица, да, юрлица. Поэтому компания все выдаёт. Здесь тоже двойное трудоустройство, тоже в Альфа-банк будет трудоустроено. Ну, первый вариант мне больше, мне кажется, подходит. Всё-таки эти холодные звонки, у меня очень большой опыт в них, и возвращаться, особенно как раз с юрлицами, и как-то возвращаться особенно не хочется. Даже не хочется. Понятно. Так, выплаты у нас два раза в месяц, 15-го зарплаты, 30-го аванса. Если что-то выпадает на выходной день, всегда получаем раньше. Ликвизиты, зарплатная карта можете предоставить любому банку, которым вы пользуетесь. Отлично. Компания выплачивает с первого месяца 85% премий, так как понимаем, что никто из кандидатов, из сотрудников не может выполнить первого месяца, никакие показатели. Это говорит о том, что с первого месяца вы будете получать премию. У нас нет такого, что премии вообще не бывает. Премия рассчитывается от моей, ну то есть часовая ставка моя, помножается на процент премий. Да, все верно. Соответственно. Показатели, конечно же, нужно выполнить, как быстро мы ответили, если это в этом время. То есть есть какие-то TPI? Конечно, да, все верно. Можете про них рассказать? Здесь нет, здесь более подробно расскажет именно руководитель направления в первый день, так как они каждый месяц меняются и каждый месяц различные TPI, поэтому здесь мы знаем, да, что целевые ответы нужно давать, да, деловой стиль речи, быстро ответить, если это ВТБ, да, это не продажи. Мы можем больше сориентировать клиента с консультацией в целом. Вот. Здесь на ВТБ также есть отдельная премия за кредитные карты. Ну, это в случае, если клиент сам дозвонился и спросил у нас прямой вопрос, да, есть ли у меня предложение по кредитной карте. Мы проваливаемся в карточку, мы все это видим, если диктуем, если есть диктуем условия, если подходит ему, оформляем, то есть вот за это еще дополнительные какие-то премии есть. Ну, здесь уже руководитель направления в первый день обучения все вам расскажет. Вот. Ну, просто хотелось бы понимать, в среднем сколько менеджер, ну, то есть специалист, у вас не менеджер, у вас специалист, специалист на сколько, вот если он работает при ставке, скажем, от 5-2 с 8 до 9, с 9 до 18. В среднем 42 тысячи рублей, в среднем, это к минимуму, на ВТБ. На ВТБ 42 тысячи рублей? Да. Это без премии или уже с премией? С премией. С премией. С 42 тысячи рублей на руки или до налогов? Нет, это, наверное, на руки. На руки. Считали, да, в прошлом месяце. А здесь еще с этого месяца, вот с августа, увеличенный коэффициент переработки. То есть вы работаете вот 5-2-8 часов, да? Но в какие-то дни вы можете работать больше? Вот эти все переработки оплачиваются в полуторном размере. Ммм, классно. Да, поэтому можно перерабатывать. А сколько можно перерабатывать? Сколько угодно. Проект работает с 8 утра до 8 вечера. В этом периоде вы можете хоть 5-2 с 8 до 8 работать. Переработки всегда приветствуются. Нет никаких стоп-факторов на переработке. А, то есть вам всегда нужен сотрудник, грубо говоря. Да, все верно. Так как мы, у нас компания по всей России, да, не только Ростов звонит, и Калуга, и Еренбург, и Челябинск, все звонят, да, в целом. Где-то кто-то ушел на больничный в отпуск или там просто не вышел, да? Понятно. Поэтому всегда есть переработки. Нет такого, что нельзя сегодня перерабатывать. Такого не бывает у нас. Причем не на одном проекте. На всех проектах возможно перерабатывать. Поэтому здесь мы считали, что если буквально до 20 часов перерабатывать, уже 50 тысяч уходит с переработками. Вот. Проект стартует 15-го числа. Сегодня только 7-е. Готовы ли подождать? Или вы в целом ходите по собеседованиям? Нет, я и хожу по собеседованиям, и подождать готов, потому что хотелось бы немножко отдохнуть. Я буквально пару дней назад вдруг уволился. Соответственно, ну, небольшой себе отпуск сделать. К тому же лето. Ну, вообще, да. В целом вы сколько отпуск хотели? У нас просто 15-го, еще следующая 29-го, чтобы я уже просто... Ну, 15-го, как раз 15-го мне подходит. 15-е это будет что? Это среда или четверг? Угу. 15-е, 0-8-е, ВТБ. Вот этот номер привязан к WhatsApp-у у вас? Нет, этот еще не привязан. Сейчас напишите мне номер и паспортные данные. В целом, нужно на проверку СБ также вас отправить. И я вам направлю сообщение в WhatsApp и приглашу вас на обучение. Дату, время пропишу. Документы, которые нужно будет взять с собой в первый день обучения, так как идем на проверку документов. Это проверка не на подлинность, естественно, что есть, чего нет, для того, чтобы я делал кадр сориентировал вас, чтобы все нашли, принесли, донесли, чтобы легко разустроиться в последний день обучения. Всю информацию я вам в WhatsApp-е скину. Если до 15-го числа у вас что-то изменится или вопросы возникнут, тоже можете написать, позвонить, как удобно. У меня сейчас вопрос. Подскажите, какие-то штрафы у вас есть, депримирование? То есть вот что нельзя говорить? То есть какие-то стоп-факторы? Ну, чтобы на берегу, чтобы не вы потратили свое время, чтобы не я не потратил свое время? Никаких вообще страхных санкций, понятия вообще у нас нет такого. Депримирования тоже в целом нет. Но если только, например, ну и то, это увольнение. Даже нет в моей памяти, я работаю в компании 3 года, я пришла на проект, как и вы, только на Сбербанк в целом. У нас только внутренние сотрудники могут быть в руководящих важностях, поэтому можно быстро вырасти в карьерной лестнице также. Здесь увольнение в целом только за мат, например, в линии, или нецензурная братья в линии. То есть если так получилось, вылетело слово, автоматически увольнение. Ну, прямо страшно. Я, если честно, вообще не матерешенник. Ну, мало ли что. Понятно, то есть это такой, ну как бы резко все, это, а все мои разговоры, соответственно, записываются и прослушиваются, если что. Да. Ну, получается, мы… Есть специальная программа, где вот эти все слова прописаны, они хорошие, да, и в любом случае… А нейросети анализируют, да? Да, а мы выявим, что вы так… ну, то есть не мы, а аналитики. Аналитики выявят, понятно. Но в остальном ничего нету, то есть каких-то таких вещей. Никаких штрафных санкций или еще что-то. Даже если мы сидим, например, на Альфа-банке, исходящая продажа, да, и нет продаж ни месяц, ни два, ни три не получается. За это тоже нет увольнения. Ну, за это… потому что холодные звонки, да. Ну, в целом можете пострадать только вы, премию неполную получите, да. Опять-таки на продажах премия не зависит только от продаж, а тоже по критериям каким-то, да, и поэтому, ну, как бы только вы пострадаете, и все. На любой компании, на любом проекте оплата почасовая, а не оплата. А именно оплата за час работы. При этом неважно, сколько звонков вы будете обрабатывать, хоть исход, хоть вход, неважно. Главное, доходитесь ли не в программе. В эфире, в общем. Да. Да. В этот час в любом случае будет оплачено. В принципе, ясно. То есть, даже если я буду работать из дома, то мне могут предоставить компьютер. Да, вот такие. Пока, может, ее? Пока. А, вы все… я, кстати, вопрос, вы там по Windows немножко. Я на Mac'е. На Mac'е нельзя? Я уже на Mac'е просто 15 лет. Я уже забыл даже, как Windows. На Mac'е можно работать или нельзя? Ну, придется тогда взять у вас. Да. Окей. Так, ну, на этот телефон я тогда установлю в WhatsApp сегодня. Я просто WhatsApp вообще не пользуюсь. Такая, знаете, как для старичков больше. Так, что вам тут нужно? Паспортные данные, я не знаю. Записано. И полностью адрес прописки. Где живете, неважно, главная прописка. Что? А паспортные данные? Так вот же они, вот же они. Вот же они. 60-16. Я поняла. Дата рождения, вот, я хочу, что хотела сказать. Дата рождения пропишите еще. Так, а телефон, вы сказали, вот этот не привязан к WhatsApp. Будет привязан. Будет привязан. Через час установлю. Да, и позвоню вам. Все. Я тогда вам отправлю, как только вы установите, я отправлю всю информацию в WhatsApp. Так? Да. Все, супер. Спасибо большое. Это вас плодило. В качестве вывода хочется сказать, что исходя из всего услышанного, я вполне могу порекомендовать Voxys в качестве работодателя. Да, ставка небольшая, примерно такая же, как в ритейле и фастфуде, зато по крайней мере тут не нужно уродоваться физически и возражение клиентов отрабатывать дистанционно, из офиса ли или из дома, психологически все же гораздо легче, нежели чем лицом к лицу. Если вы работали или работаете в Voxys, то обязательно расскажите о своем опыте в комментариях. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайкусики, подписывайтесь на этот канал и на мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. И посмотрите вот это, необоснованно обделенное просмотрами видео. Всех благ!